Неинфекционная эпидемия Проблема ожирения год от года становится все более актуальной и захватывает, все больше захватывает самые разные страны и континенты целые. Поэтому мы можем смело говорить уже даже о пандемии ожирения, которая распространяется невиданными темпами. Наша страна, конечно же, не остается в стороне, потому что с высокими темпами экономического роста количество людей, страдающих от избыточного веса, неуклонно возрастает. Я думаю, что через какое-то время мы, может быть, в этом смысле даже догоним и перегоним Америку. Дело в том, что с тех времен, когда человечество жило в джунглях и до сегодняшнего дня, мы биологически никак не изменялись. В то время человек всегда жил в условиях дефицита калорий, в условиях дефицита пищи. И поэтому ограничительных каких-то механизмов в процессе естественного отбора не образовалось. То есть у человека нет ограничения в поедании вкусной пищи, предположим. Он всегда хочет съесть ее как можно больше. В природе это ограничение было естественным, просто было мало еды. На сегодняшний день при помощи цивилизации мы создали себе такие условия, в которых мы имеем неограниченный доступ к вкусной, а значит не очень здоровой, и высококалорийной пищи. Поэтому, поскольку эти ограничения не работают, то, соответственно, идет безудержный набор веса у подавляющего большинства людей, которые имеют, конечно же, предрасположенность, определенную генетическую предрасположенность к избыточному весу. Причем обратите внимание, что эта предрасположенность с точки зрения логики развития человека как биологического вида, она вроде бы была полезной. То есть получается, что в условиях дефицита питания способность людей к запасанию избыточного количества жира способствовала их выживанию в условиях этой среды. В настоящее время все перевернулось с ног на голову. Мы получаем вместо полезной генетической мутации, мы получаем вредную, которая приводит к тяжелейшим заболеваниям и даже смерти людей от избыточного веса. Избыточный вес сам по себе является болезнью, но обратите внимание, что главные проблемы как раз-таки создаются вследствие возникновения осложнений лишнего веса. К наиболее известным и распространенным осложнениям относятся такие вещи, как гипертоническая болезнь. Например, все знают, что у полных людей всегда есть повышенное давление или почти всегда есть повышенное артериальное давление, которое приводит в свою очередь при дальнейшем развитии этой ситуации к образованию таких серьезнейших болезней, как ишемическая болезнь сердца, отсюда инфаркты, инсульты и так далее. То есть вся эта сердечно-сосудистая и сосудистая недостаточность, она обусловлена в данном случае лишним весом. Просто это связано с тем, что сердцу приходится прокачивать вот эти вот объемы, для этого нужна большая сила, развивается гипертрофия сердечной мышцы, ну и вся цепочка запускается, развитие ишемической болезни сердца. На втором месте, пожалуй, я бы назвал сахарный диабет второго типа. То есть у всех этих пациентов развивается так называемый метаболический синдром. Это комплексное понятие, значит, главным составляющим которого является вот именно развитие толерантности к глюкозе. То есть у пациента достаточное количество вырабатывается инсулина, но этот инсулин не работает как бы, да, и у человека поэтому развивается сахарный диабет. Таким образом вот сахарный диабет второго типа, это называется сахарный диабет второго типа, он не просто является следствием лишнего веса, но и очень успешно излечивается после того, как вес снижается. То есть мы у подавляющего большинства своих пациентов, у которых был сахарный диабет, отмечаем практически 100%, ну, там, не знаю, 99% всех пациентов, у которых был сахарный диабет второго типа, излечиваются от этого полностью. Ну, либо переходят, ну, то, что инсулин отменяется, это всегда, ну, или переходят на таблетированные формы препаратов, на как бы легкую поддержку этого состояния. Глядя на Нину Афанасьевну Легостаеву, так и хочется воскликнуть, душечка, такая она мягкая, домашняя и уютная. Но это только внешне, а на самом деле она кремень, настоящая железная леди. 30 лет и 3 года Нина Афанасьевна ведет бескомпромиссную борьбу с лишними килограммами. Как и многие, она поправилась после родов и вскоре уже не влезала в привычный 44-й. А сколько она весит теперь, это тайна, особенно для поклонников. Они думают, что я, может быть, 80 вешу, а может, и вообще пушинка. Зачем? Зачем я их буду разочаровывать? А то скажу, что за 160 килограмм они отпадут от меня. Однажды на пляже роскошные формы Нина Афанасьевны чуть не вывели из строя весь личный состав южнокорейского крейсера. Любят они очень наблюдать за русскими полными женщинами. Это у них вот болезнь. Потом их не терпешь все-таки взял, им поближе захотелось. Спустились они на пляж, на песок сюда, подошли и вокруг нас уже встали. И так же с аппаратами. Клак-клак-клак-клак. А я стою, руки подбочить, загораю все эти части тела, подставляю солнышко. А он вот так смотрит внимательно, так смотрит. А я так на руку. Хочешь потрогать? А он, я говорю, доллар. Все попытки Нина Афанасьевны похудеть запротоколированы и с бухгалтерской точностью подшиты в личное дело. Много тут чего. Это все, что я тут проделала над собой. И все, что еще не проделала. Но планы тоже есть. Миркин, Смелов, Сайков, Кашпировский на 500 рублей квитанции, на 160, а то здравительные сеансы, на 350 рублей, на 300. Но это еще и не все квитанции. К лету Нина Афанасьевна поставила цель – похудеть до 48-го размера. Из-за проблем со здоровьем это просто необходимо. Позвоночник стал беспокоить, давление, суставы, ножки болят. Очень сложно такой вес организма выдержать. Редактор субтитров А.Семкин